Мы продолжаем нашу программу. Я очень хочу познакомить вас с гостями, которые находятся в нашей студии. Знакомьтесь у нас сегодня с утра в гостях. Фарида Бимахановна Успанова, заместитель руководителя по вопросам медико-социальной экспертизы, Департамента труда и социальной защиты. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Как ваше настроение? Спасибо, отлично. Ну, замечательно. Мы вас пригласили для того, чтобы уточнить некоторые новые изменения, которые появились в марте, поменялось законодательство по вопросам именно правил проведения медико-социальной экспертизы. Вот что изменилось? В общем, мы сейчас работаем с марта 2015 года. Согласно приказу номер 44 министра, это вопрос правила проведения медико-социальной экспертизы, в которые действительно вошли изменения. Изменения были, конечно, наше государство старается, чтобы все было в лучшую сторону. Здесь, значит, основное изменение – это на уровне здравоохранения. У нас теперь существует мультидисциплинарная команда, которая направлена на процесс реабилитации пациентов и инвалидов на уровне уже здравоохранения. То есть там существует эта группа врачей-реабилитологов во главе с координатором уже тех же больных, тех же инвалидов проводят на том этапе реабилитацию. То есть это медицинская реабилитация. И согласно этой медицинской реабилитации все процессы лечения на том уровне расписываются. И этот процесс проводится на уровне здравоохранения. Все это направлено для того, чтобы уменьшить количество инвалидов и чтобы все лечения, все процедуры проводить бесплатно на уровне уже. Раньше, если здравоохранение мы в основном госпитализировали, у нас были койки стационарные. Но сейчас тенденция идет, что здравоохранение максимально сокращает стационарные койки. В основном больные получают амбулаторное лечение, дневной стационар. И вот эта группа, которая мультицеплана, она занимается вот этим процессом реабилитации. То есть раньше все это было обязательно. Нужно было обязательно пролежать, зафиксировать, чтобы пролежали в больнице. То есть теперь это все сводится на нет и переходит на амбулаторное лечение. Да, ну в принципе у нас всегда бытует мнение среди населения, что надо для прохождения инвалидности конкретно пройти два стационарных или одно стационарное лечение. Это мнение давно уже устарело, поэтому процесс реабилитации нужен для самого больного, чтобы восстановить свое здоровье. А не для подтверждения? Да, не для подтверждения, не для инвалидности. Сам процесс лечения нужен не для того, чтобы получать инвалидность и фиксировать, сколько он... Есть категории заболеваний, конечно, которые фиксируются скорой помощью. Например, это частота приступов эплепсии, например, или же бронхиальная астма. В таком случае, конечно, это не стационарно. Есть категории тоже, которые стационарно, но практически на сегодняшний день вся медицина переходит уже. Даже на сегодняшний день, вот как бы прорабатывает, проект идет, будет стационар даже на... Это не стационарно, а санаторно-курортное на дому. Ну пока мы не представляем, как это... Как это осуществить, да? Да, как осуществить. Но в плане есть такой вариант. Но для многих до сих пор прохождение вот этой медико-социальной экспертизы, да, это что-то вообще одно только название уже пугает, уже не хочется туда идти. Вот почему, с чем это связано? Знаете, с чем это связано? Вот я все время хочу сказать на телевидении, да, если меня услышат, конечно. Конечно. Вот при советском строе, когда у нас был союз Советских Социалистических Республик, и сравнительно вот сейчас народ, он совершенно отличается тем, что вот психология. Раньше при Советском Союзе у нас была борьба с тунеядством, с оживенчеством, все люди работали. И когда человек ходил на больничный, и если длительное время, я по себе помню, ходишь на больничном, то всегда выражали, вот станешь инвалидом, и вот мы тебя отправим на инвалидность, да. Сейчас же, и люди пугались, просили закрыть больничный лист, всеми путями скрывали свои болезни и старались выполнять свою работу, хотя зарплата тогда невысокая была. На сегодняшний день у нас в Астану, если человек заболел, он старается сразу решать вопрос об инвалидности, хотя человеку есть возможность выздороветь, да, например, и получается, что желающих быть инвалидом больше. А почему? Ну, он растет, мы все равно согласно наших нормативных законодательных актов поступаем, но больной вообще не борется за свое здоровье, и он, можно сказать, халатно относится к своему здоровью. И больше, говорят же, мысли материализуются, люди почему-то хотят больше болеть и быть инвалидами, хотя сумма пособия, она небольшая, в пределах 15-25 тысяч. Я думаю, что это связано с тем, что нет, как бы не старались трудоустроить людей, очень сложно, видимо, проблема с трудоустройством, я считаю, основная проблема. И, конечно, нет таких профилакторий, санторий, когда в обязательном порядке при Союзе мы как бы один раз в году получали лечение, такого сейчас тоже, как бы... В общем, получается так, кто хочет болеть, тот болеет, кто не хочет болеть, тот сейчас очень страдает, потому что ему сложно. Хорошо, а вот композитная услуга, которая сейчас внедрена в Цимирлановке, что вот она в себе заключает, для чего ее внедрили? Да, в этом году у нас пилотным проектом проходит эта композитная услуга или принцип единого окна, то есть это все делается для наших инвалидов, и инвалиды на самом деле на сегодняшний день растет, и когда они приходят, очень труднодоступна вот эта процедура, очень много документов и хождения, можно сказать, очень... Это для того, чтобы вот этот процесс как бы уменьшить, процесс волокиты или как бы всяких с бумагами, чтобы не было волокит, лишних хождений. У нас пилотным проектом на сегодняшний день идет процесс композитной услуги, то есть наша медико-социальная экспертиза освидетельствует больного после направления лечебными учреждениями с пакетом документов, мы освидетельствуем, тут же у нас распечатывается справка об инвалидности, эта справка сразу же высвечивается, как раньше он не идет в выплатной центр, там в течение трех дней раньше было, сейчас тут же распечатают, выплатной центр вводит свою базу, тут же идет назначение пенсии и пособия, следующее окно это управление координацией занятости, раньше он назывался СОБЕС, и тут же согласно нашей индивидуальной программе реабилитации, которая разрабатывается на каждого инвалида, и СОБЕС уже дает корешок о том, что они зафиксировали, ну мы назначаем обычно санаторно-курортные по показаниям, технические средства передвижения, это костыли, трости, это протезы, это гигиенические средства, это сурдо-средства для слабослышащих, это тифло-средства для незрячих больных, вот этот весь перечень, который назначается больному, конкретно по показаниям, уже фиксируется, уже СОБЕСом, как раньше называли, и вот эти три как бы организации блокируются в одном месте, а в последующем уже больной уже не ходит по разным инстанциям, уходит с одного окна, это уходит, и в последующем те средства, которые ему назначили, КАС-почтой доставляются непосредственно больному на дом, кроме протезно-ортопедических, ну протеза, сам протез, конечности, например, нижний или верхний, для этого направляют больного в Алма-Ату, сейчас единственный протезно-ортопедический центр находится в городе Алма-Ате, и там уже непосредственно, стационарно, ну соответственно, культе подбирают, поэтому этот процесс идет в городе Алма-Ате. Ну вот сейчас повезло жителям Тимирлановки, да, с 16-го года повезет всем остальным. Да, с января 16-го года планируется, чтобы эта композитная услуга по всем регионам, на местах был по принципу единого окна, работала, вот эта услуга производилась, композитная услуга производилась, я думаю, что это все направлено нашим государством для облегчения прохождения вот этой медико-социальной экспертизы и назначения индивидуальной программы реабилитации. Ну вот и получается, что, наверное, все те, кому, в общем-то, это необходимо, будут ждать 16-го года. И еще, Фаридаби Мухаммин, у меня к вам такой вопрос. Ну, он как бы перекликается с общей темой, тем, кому очень трудно в этой жизни приходится адаптироваться после получения какой-то травмы, да, и получения статуса инвалида. Ваше здание, конкретно здание, в котором вы работаете, в котором стекается огромное количество людей, именно вот таких социально уязвимых, находится в крайне неудобном положении. Нет ни транспорта, никаких подъездных путей толком тоже нет. То есть это вот не проблема ли, потому что, наблюдая со стороны, какой поток к вам идет людей хромающих, людей труднопередвигающихся, в такую жару. То есть, да, вы знаете, у нас здание, наше здание департамента, оно находится на балансе, министерство, и свое время, ну, и регулярно в средствах массовой информации об этом люди жалуются, об этом журналисты пишут. Само здание, в принципе, наверное, это как бы есть свои трудности, и непосредственно хорошо здание находится в таком месте, но самого транспорта тоже, я помню, в свое время 13 маршрут у нас был, который тоже по каким-то мотивам, я не знаю, сейчас он не существует, в последующем после обращения через средства массовой информации, вроде бы еще один маршрут пустили, но сами вот эти транспортники, им, видимо, неудобно, потому что, может быть, этот народ их не устраивает, который к нам ходит, и поэтому... В общем, это коммерчески невыгодное мероприятие, да? Да, вот в этом плане, наверное, невыгодно людям, и люди с разными путями добираются, это, конечно, вопрос, о котором мы сами писали, и пишем, и за нас болеют, и за наших больных, поэтому, видимо, все-таки это решается на высоком уровне, не на нашем. Да, и все, что все-таки, может быть, наша беседа даст какой-то толчок, власти, может быть, услышат. Спасибо вам огромное за то, что вы в череде своих событий последних, и очень такой загруженной работы нашли, время для нашей программы. Я желаю здоровья вам и всем тем, кто к вам приходит, и чтобы действительно побольше людей все-таки стремились восстановить свое состояние здоровья, а не бежать за статусом инвалидности. Да, огромное, чтобы желание было быть здоровым, самое главное. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна.